Всем привет! Сегодня видео будет о монстере. Пересадка и немного поговорим о уходу за этим растением. Я свои монстеры уже давно не пересаживаю. Они уже требуют пересадки. У меня вот эта монстера, так она вообще вот вся уже, чуть ли горшок уже не перевалит. Вот у нее вот здесь уже столько много воздушных корней на раствор. Я наделась на полу и старалась спустить туда землю, чтобы они у меня на полу нигде не ползали, а все в земле были. Вырастила я ее из черенка. У меня был черенок вот так, наверное, срезанный. На нем было пару воздушных корней. И все. И я ее поставила сначала в банку с водой. И затем она дала корни еще и я ее пересадила. Посадила вернее. И вот она вот такая у меня большая выросла. То есть вот такая. Это тропическое растение, кто не знает. Она, конечно, любит непрямые солнечные лучи, а любит такое притененное место. Вот такие палки купила. Опору, чтобы она у меня не падала. А буду ее закреплять вот в эти вот, то есть в середину. Вот так вот. Ну что, сейчас приступим. Может быть, не получится съемка, как я буду пересаживать, так как мне одно не справится. Монстеры очень большие. Оператор будет занят. В кашпо есть дренажное отверстие, естественно. И вот я насыпала керамзит. И теперь я буду прямо здесь готовить грунт. Я буду смешивать с песком, с перегноем. В общем, земля будет у меня. И перегною все в перемешку с песком. Поливать мамстеры я, кстати, не сказала. Я их поливаю по мере пересыхания. Я их сильно не заливаю. Чтобы там не было загниения, никакого корней. Она тем более влагу вся в листьях содержит. То есть ей достаточно. С поливом, вообще, я с ней как бы аккуратно. Ну все, сейчас будем пересаживать моих девочек-монстерочек. Ну вот кое-как я ее вытащила. Ой, тяжело держать. Я ее ставлю. Вот моя девочка. Ну и здесь будет хорошо. Я ее кое-как вытащила, потому что приросла она у меня уже корнями в горшок. Места мало было. Сейчас главное ее нужно установить правильно, чтобы она у меня здесь росла. Сейчас я буду ей сразу палку здесь втыкать. Ну вот. Одну мамстеру пересадили. Горшок, конечно, неподъемный. Теперь я хочу ее вот так вот подвязать здесь к палке. Ну она еще утрамбуется, конечно, и будет прочно держаться. Монстера, она растет как бы как односторонняя. То есть вот если свет будет, вот у нее направление с одной стороны, то у нее все листья будут смотреть вот именно вот на эту сторону. То есть так я вот и хочу ее поставить в какой-то. Чтобы у нее все листья смотрели в одно направление. Ну сейчас я ее полью немножко. Ну вот так достаточно. Не знаю, правда, как ее выйду в дом затаскивать, пока она будет здесь стоять. И вторая тоже. Здесь только с утра солнышко, а козыречек и будет притенять ее. То есть ее не должно пожигать. В общем, посмотрим. Но ночью она точно здесь будет ночевать. Ну вот вторая еще. Монстерочка. Девочка. Ну это как-то поменьше. Здесь удобнее будет ее пересаживать. У нее здесь деточка даже вот появилась. Видите? Маленькая молоденькая монстерочка. Ну вот так же я для второй приготовила уже почву. Ну там также дренаж, песочек. Ну там червячки вот еще с перегноя. Несколько оставляю в червячков. Пусть они рыхлят семельку. Ничего страшного. Ну вот пересадила своих девочек монстерочек. Пересадка конечно была очень сложная. Потому что растения большие достаточно. И тяжело было пересаживать. Теперь я их лет пять точно трогать не буду. Пусть они тут растут теперь уже. Посуда у них. Горшочки хорошие. На 50 литров им надолго хватит. И палочки у них в принципе такие хорошие. То есть есть куда расти. И есть куда развиваться. Ну монстера это очень на сегодняшний день популярное растение. Оно очень смотрится красиво в интерьере. В офисе. И причем оно очень хорошо очищает воздух в ночное время. Так что у кого еще нет такого растения. Можете обзавестись. Очень красивое растение. Но очень габаритное. То есть если какое-то жилье какое-то небольшое. То ее абсолютно некуда будет поставить. Потому что она очень хорошо видите как разрастается. И очень большие листья. У нее сейчас кстати вот в земле новой. Там вообще же не было как бы земли то корни одни были. И некуда ей было силы вот. Понимаете это брать да. А сейчас у нее я думаю листья будут крупнее намного. Потому что у нее питание там очень хорошее сейчас. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok